Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33-х боевиков в Беларуси. Слушайте, какие только там выводы, какие они предложения дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот, это очень опасный и сильный сигнал. И все это про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию, это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Потому что на границе выезжая, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто ж можно было с Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул и там, в Стамбуле. Чего? Через Беларусь. А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья. Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому, как ни нашим родным, братьям, россиянам и руководству, не знать эти законы? Знают. Закон есть закон. Нравится, не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону. Мы по-человечески относимся к этим ребятам. Абсолютно по-человечески. И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую миссанину в средствах массовой информации. Прекратите. Мы родные люди. Мы, белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело. Сегодня поступила информация о еще одном отраде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим.